Юридическая психология. Тема «Роль труда и общение в развитии сознания личности». В работе «Роль труда в процессе превращения обезьянов в человека» показано, что труд – первое основное условие всей человеческой жизни. И при том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать «труд создал самого человека». Разъясняя это положение, Энгельс опирался на данные науки, которые неопровержимо доказывают, что в определенный исторический период под влиянием резкого изменения природных условий жизни у предков человека произошли серьезнейшие биологические и психологические изменения. Постепенно у них появилась прямая походка. Передние конечности превратились в руки, которые все более-более совершенствовались в процессе труда. Под влиянием труда начала быстро развиваться центральная нервная система, особенно полушарий головного мозга и их кора, состоящий из множества нервных клеток, принимающих сигналы внешней и внутренней среды и благодаря этому способны отражать действительность во всех ее тонких связях и отношениях с человеком. Давая такую характеристику труда и определяя его роль в формировании человека, следует отметить, что труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой. Процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Вещество природы он сам противостоит, как сила природы. Для того, чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение, принадлежащее его телу естественной силы – руки, ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет и свою собственную природу. Человек не только изменяет форму того, что дано природой, в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий, и которой он должен подчинить свою волю. Указанные выше моменты характеризуют специфически человеческую деятельность и показывают, как человек сознательно отражает объективную действительность. Вместе с тем, здесь подчеркивается, что процесс отражения влияет на деятельность человека, ориентирует ее и приводит к изменению окружающего мира. Изготовление орудий труда является связующим звеном между человеком и природой. Там, где отсутствует это звено, нет трудовой деятельности. Однако производство орудий труда, средств воздействия на природу, представляет собой совершенно новый, качественно своеобразный, специфический человеческий этап развития жизни на Земле. И в животном мире наблюдаются случаи использования, например, человекообразной обезьяной камня для того, чтобы разбить твердый орех или палки, с помощью которой она достает пищу. Особенно успешно это происходит в экспериментальной обстановке под влиянием человека. Но камни и палка в данном случае не являются орудиями. Они сами по себе не удовлетворят биологических потребностей, поэтому не сохраняются животными во впрок, на будущее. Это обусловлено тем, что используемые животными камень и палка непосредственно не способствуют поддержанию жизни. У людей все это обстоит принципиально иначе. Уже первобытный человек на самой начальной стадии своего развития не только использовал, но и сохранял в рук камень, палку и другие орудия, при помощи которых он добывал пищу. Больше того, человек постепенно научился изготавлять сложные орудия и этим начал подчинять себе природу. Безусловно, следует отметить, что изготовить орудие, пусть даже для начала самое примитивное, значит по-человечески познать определенные закономерности объективно существующей материальной действительности. И не только познать, но и посредством одних сил природы сознательно воздействовать на другие силы. Психологически это представляет сознательную постановку достижения цели, учет всех свойств, как орудий, так и той части природы, на которую направлены их воздействия. А чрезвычайно существенным в сознании человека является то, что у него есть возможность предвидеть результат своей деятельности и на основе этого управлять своими действиями. Для осуществления сознательной трудовой деятельности недостаточно обладать только врожденными механизмами поведения, как это свойственно животным. Особо необходим индивидуальный приобретенный опыт. В антогенезе человек проходит ряд ступеней своего развития, каждый из которых соответствует определенной вид деятельности. В детском возрасте основным видом деятельности является игра, в которой человек развивается и духовно, и физически, готовясь к самостоятельной жизни в обществе. В детской игре всегда отражены конкретные социальные условия жизни взрослых людей. Чем содержательнее игра детей, тем лучше она организована с точки зрения использования психологических закономерностей. Тем активнее и эффективнее в процессе ее развивается личность. Игровой деятельностью занимаются не только дети, но и взрослые. Они развивают в процессе игры свои способности, наклонности, интересы и чувства, воли и ум. Так в спортивных играх формируется сообразительность, воля, настойчивость, мастерство. И каждый участник психологически формируется как личность. В процессе труда, формировавшиеся, люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Итак, появился язык, средства общения между собой, способ передачи мыслей друг другу, и сообщения о своих чувствах, действиях и поступках. Язык возник вместе с сознанием человека. Он также древен, как и сознание. Именно язык, как порождение труда, привел к образованию понятий и мышления психики и к образованию второй сигнальной системы высшей нервной деятельности человека. А это, в свою очередь, привело к образованию новых форм психического отражения. На основе комплексных ощущений возникли восприятия. На основе эмоций, чувства, на основе механической памяти, смысловая, появилась специфическая человеческая форма отражения воли, и, наконец, как их интеграл сознание человека наивысшее в эволюционном ряду формы отражения, для которых характерно выделение объективных устойчивых свойств предметной действительности и осуществляемой на это основе преобразования окружающей реальности. Так было в истории возникновения антропогенези. Аналогичное происходит и в индивидуальном развитии каждого человека. Формирование сознания и личности непосредственно связано с общением. Труд, игра и учение человека, происходит не сами по себе, а в общении с другими людьми, во взаимодействии с ними. Человек, как правило, является членом ряда общностей. Семья, производственные, спортивные, профсоюзные коллективы и так далее. В каждом из них он играет определенные заранее заданные роли. Хозяина семьи, опытного мастера, заслуженного спортсмена и там подобное. С определенных позиций относится к себе и другим людям. С течением определенного времени личность овладевает соответствующим образом общения. То есть система социальных ролей и отношений личности преломляется в ее сознании. Удовлетворя потребность познания других людей и взаимодействия с ними, человек получает возможность тем самым осознавать себя и свое положение среди себе подобных. И свое отношение к ним, самооценить себя и утвердить среди других. Благодаря всему этому возникает сознание своего «я», самосознание и сознание. В деятельности человека проявляется весь механизм общения. Подражение и соперничество, антипатии и сочувствия. В взаимном внушении требования складывается определенный уровень притязаний и другие механизмы развития психики человека. Общение и деятельность человека выступают в качестве основных исходных условий взаимодействия с обществом и формирования сознания личности. В общении и взаимодействии проявляются и формируются особенности личности. Человек обретает социальные качества и становится личностью в деятельности общения, в которых удовлетворяются потребности и осуществляются действия и поступки. Они, как правило, связаны с оценкой и самооценкой индивида как личности, которые развивают волю человека, оттачивают его ум и моторную сферу, формируют характер, развивают способности. В деятельности и общении проявляются все стороны личности.